Добрый день дорогие мои слушатели! Мы с вами продолжаем тему моделирования по вашим просьбам моё платье. Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройка и Шитьё. В прошлый раз мы дошли с вами вот до этого момента. Напоминаю, мы разрезали рукавчик пополам, мы подготовили сначала плечевые швы. Кто не видел это видео, посмотрите пожалуйста. И продолжаем работу дальше. Сейчас мы закрепим полочку. Полочку мы закрепили. Сейчас мы закрепим вот здесь вот спинку, приклеим ее сюда. Выточку я прорабатывать не буду, чтобы она у нас не двигалась. Что мы сделали? Размоделировали выточку на спинке, и у нас спинка стала за швом. И вот так вот мы его показали. Так, а мы двигаемся дальше. Итак, мы работали с передней половинкой рукава. Сначала мы положили его вот так, выбрали общую точку, напоминаю вам, да? Затем мы перевернули его следующим образом и выбрали положение этого рукавчика и просто тупо его обвели. Сейчас мне нужно найти такое же положение для спинки. Для этого мне нужен циркуль прежде всего. Сейчас мы найдем этот циркуль. Козью ножку, так называемую. Посмотрите, прежде чем поработать циркулем, мы сначала оформим красивый переход. Переход от плеча к нашему рукавчику. Я бы сделала это, вот посмотрите как, вот таким вот образом. Гладкий красивый переход от плечика к моему рукавчику. Вот так я нарисовала. И конечная точка плеча, вот она у меня точечка П1, такая ставим ее называть. А вот это нижняя точка нашего рукавчика. Значит, я измеряю расстояние от точки П1 до низа рукава. И это же самое расстояние я буду откладывать от точки П2, вот она точка П2, конечная точка плечевого шва, на спинке. Нарисовала вот так вот дугу. Вот такой дугой я нарисовала. Теперь я беру в руки спинку, заднюю половинку, вернее, рукавчика. Точно так же соединяю очень аккуратно нижнюю точку проймы и точку В. И выбираю, вращаю, зажимаю карандашиком и вот так начинаю вращать, выбираю общую точку. Вот я выбрала общую точку, перечеркиваю их. Перечеркнула. То, что у меня здесь идет отличие, на это я внимание обращать не буду. Пусть у меня это будет лишняя свобода на спинке, чтобы я могла хорошо работать руками, потому что вы знаете, что узкая часть спинки в этом месте снижает нам комфорт. Поэтому я здесь подчищать, в отличие от полочки, не стану. Просто сразу переворачиваю свой рукавчик и соединяю уже общие точки. Общие точки я вот так вот подружила, зажала это место карандашиком и начинаю двигать, поворачивать свой рукавчик таким образом, чтобы нижняя точка рукава вот эта попала на нарисованную дугу. И вот посмотрите, вот они у нас совпали. Вот она дуга и вот эта точка. Значит, я обвожу рукавчик вот в таком виде, в каком он у меня здесь получился. Аккуратненько обводим, ни на что не обращая внимания. Обвели, обвели и нарисовали линию низа рукавчика. Теперь у нас уже рукавчики будут по длине одинаковыми. Точно так же оформляем переход от плечика к нашему рукаву. Это рукав реглан. Вот, пожалуйста, это рукавчик реглан у нас получился. Вот такой. И что мы дальше будем с вами делать? Конечно, мы придумаем форму рукава реглан. Вот если бы он у нас был классический рукав реглан, классический рукав реглан начинается в горловинке. Я бы общую точку соединила с горловинкой. Вот так вот выбрала бы место и нарисовала бы вот так. И отрезала бы рукавчик. У меня получилась бы передняя половинка рукава. На спинке я поступила бы точно так же. Вот у меня общая точка. Я бы вот так вот нарисовала и поступила бы точно так. Это бы у меня был классический рукав реглан. Но у меня сейчас не Не классический рукав реглан, а рукав, у которого из общей точки, вот она у нас, общая точка, да, наша линия выходит не в горловинку, а она выходит вот в этот шовчик, как бы удлиняя наше плечо. Поэтому все, что мне нужно сделать, надо выбрать вот эту точку. И обратите внимание, вот здесь опять прямые углы, впрочем, так же, как и на спинке. Поэтому я ставлю карандашик вот в эту общую точку и перпендикуляром, вот таким вот перпендикуляром, под прямым углом, я стараюсь нарисовать, выбираю вот эту нашу линию. Давайте так вот по линеечке красиво оформим. Вот я ее выбрала. Вот куда она у меня пришла. Значит, после этого я измеряю расстояние от точки P1 до выбранной мной линии, вот это у меня 5 сантиметров, ставлю карандашик, линеечку, в точку P2, нахожу, откладываю вот эти 5 сантиметров, и уже эту точку соединяю с нашей вот этой исходной точечкой, общей точкой O2. Она у меня O2, а вот эта точка у меня называется O1. Вот это O1, вот это точка O2. Вот и все. Посмотрите, что у нас получилось. Сейчас я обведу то, что у меня осталось от рукавчика. Посмотрите, значит, передняя половинка рукава, вот общая точка. Это окат рукава, это серединка рукавчика, низ рукавчика, боковой шов и нижняя часть оката рукава, которая совершенно идеально совпадает с нижней частью проймы нашей передней половинки. На спинке общая точка, опять окат рукава верхней части, средняя линия рукавчика, низ рукава, боковой шов и окат рукавчика внизу, который по длине совершенно одинаковый с длиной оката рукава нашей проймы. Вы их аккуратно измеряете и проверяете эту одинаковость. Если она у вас не получается, значит, добавляете сюда один сантиметрик, два, полтора сантиметрика, много здесь не добавляется. Но в любом случае эти отрезки, эти длины, вернее, обязательно должны быть одинаковые. Так же, как, впрочем, и вот эти. Но если мы подчищали эти, это у нас получается, то здесь уже другая картинка. Вот и все. Теперь посмотрите, что мы сделаем. Снова укладываем переднюю половинку нашего рукавчика сюда и рисуем ту линию, которая у нас выбрана, оказалась. Нарисовали. А заднюю половинку мы укладываем на заднюю половинку вот так рукавчика и рисуем ту линию, которую сами же и придумали. Вот эту линию мы рисуем. Что нам остается сделать? Мы должны отсечь вот эти вот верхушечки. Вот так вот отсекаем. Одно убрали, вторую убрали. Вот. Давайте я буду показывать этот рукавчик на такой вот бумаге, да? И вот что у нас осталось от наших рукавчиков реглам. Посмотрите, я их снова соединяю по общей вот этой линии. Давайте мы. И они практически имеют вот такой вид, не считая тут какой-то 5 миллиметров посадки. Но этой посадки тоже может сейчас не быть. Сейчас мы вот как поступим с вами, чтобы быстрее было. Мы скрепляем. Мы свели вместе вот этот рукавчик. Так, мы его вот так соединяем. Ну вот. И теперь мне нужно что сделать? Окат рукава у меня совпадает с проймой, а низ очень широкий. Как я это должна получить? Да, конечно, с помощью лучевой раздвижки. Для этого мы рисуем лучики по окату рукава первой. Вот, скажем, второй лучик. И третий лучик. По серединке оката рукава. Все они вот такие параллельные друг к другу идут. Ну, можно еще добавить и здесь, и здесь, скажем, эти лучики. А можно ничего не добавлять. Вы поняли, что лучиков может быть довольно-таки много, но я, чтобы вам было наглядно и побыстрее, нарисовала только три. И начинаю разрезать лучевая раздвижка. Что это? Это когда вверху у нас расстояние не меняется, например, а внизу мы делаем это все достаточно широко. Поэтому мы вот таким вот образом, о, один миллиметр не дорезали. И наш рукавчик будет выглядеть следующим образом. Мы приклеиваем сначала одну детальку, так положили, приклеили, и выбрали разведение. Духа клеится. Так вот приклеили, да? И разводим вот эти наши лучики на какой-то там выбранный треугольничек. Например, вот на такой. Нам все понравилось, мы приклеиваем с вами вторую детальку. Приклеили вторую, порежем здесь вот внизу тоже приклеим, и вот эту внизу тоже приклеим. Приклеили. Теперь на выбранный вот такой треугольничек мы разводим еще и боковые детали наши. Приклеили и развели. Одинаково, одинаково, чтобы было вымерять не нужно до сумасшествия, но и разницу делать тоже нехорошо. Развели и приклеили вторую. Так, а теперь обводим результат. Так как у нас с вами рукавчик расклешенный к линии низа, то мы расширили его здесь, значит, мы должны поддержать это расширение и по боковым швам. Значит, по боковым швам я тоже нарисую вот так. Расширение хорошее такое, хорошее расширение по линии низа. После этого мы обводим переднюю часть оката рукава, обычно я тут птичку делаю, верхняя часть оката рукава выглядит вот так, и контрольная точка задняя часть оката рукава. А наша линия низа будет выглядеть вот так. Вы могли бы сделать ее подлиннее немножечко, но я длиннее сделаю. Вот. Вот это наш рукавчик. Ну и вы понимаете, что сюда, сколько там, 30 сантиметров? Скажем, наш манжетик будет, ну, 20, ну, 30 пусть сантиметров, и сантиметров 4 он будет у нас в ширину, значит, 8 где-то сантиметриках мне надо взять, чтобы получился манжетик. Манжетик просто у нас вот такой вот прямоугольничек из себя представляет. Это манжет. Что мы должны сделать с этим рукавчиком? Мы должны его прошить на две широкие строчки, низ рукава, и стянуть, если здесь 30 сантиметров, значит, до скольки, до 30 сантиметров, значит, вы на рукавчике вот здесь это все пишете. И наш рукавчик, деталь кроя рукавчика выглядит вот таким вот образом. Хочу все это вместе положить и вам показать наглядно, чтобы вы это все увидели, потому что любая работа должна быть выполнена красиво и безупречно. Вот так и вот так. Вот еще разочек, смотрите, вот так совпадает и здесь все идеально совпадает. Поставили сюда вот эту точечку, пошли мерить здесь. И здесь вот это вот совмещаем, раз, два, и там она идеально тоже совпадает. Значит, у нас появилась контрольная точка, которая будет у нас приметываться к нашему плечику. Вот это получился рукавчик. А сейчас мы обведем с вами то, что осталось от полочки. Итак, вот внизу у нас сгиб. Вот здесь сгиб ткани. И, соответственно, долевая нить расположена вот так. Значит, мы его не обводим. А что мы будем шить? Мы будем вот эту выточку делать, добавим к ней припуски. Вот здесь у нас будет шов. Вот здесь у нас будет такой вырез, как бы щель такая. Вот так у нас пойдет горловинка. Вот так у нас плечико и спущенное плечико. Дальше вот так. Дальше пройма. Дальше боковой шов. И овальная линия низа, потому что выточка закрыта. Вот это мы обвели переднюю половинку. Что у нас осталось от задней половинки? Вот такая фигурная горловинка. Ага, тут я виновата. Такой фигурной горловинки не будет, потому что я вот эту выточку должна перпендикулярно закрыть снова вот сюда. Почему перпендикулярно? Потому что так будет выглядеть лучше. Она у нас открылась на спинке. На спинке это плохо. Значит, обвести я должна вот так, вот так и уже пойти вот сюда. Вот это будет верная линия, потому что мы должны вернуться. Это средний шов спинки. Это у нас плечо. Это у нас окат рукава. Это общая точка, они должны совпадать. Пройма, боковой шов, линия низа. Вот. Ну и вот сюда мы приклеим наш рукавчик. Наш рукавчик. И будет нам все понятно с верхней частью нашего изделия. Ну и еще, конечно, нужно туда добавить вот этот наш манжетик. Хотя манжеты у нас сразу никогда не выкраиваются. Они у нас идут как мелкие детали, точно так же, как обтачки и все остальное. Мы эти манжетики на самом деле выкраиваем сначала из макетной ткани, для того, чтобы посмотреть их размеры, их форму, все ли нам нравится. Но сами манжетики мы не выкраиваем. Ну и для корректности я еще должна нарисовать здесь вот эту вот выточку, которую мы тоже здесь сохранили. А что будет с нашей юбочкой? С юбочкой нашей будет все очень просто. Вот посмотрите. Отложим пока это в сторонку. Так. Видно? Видно. Отложим это в сторонку. Вот передняя половинка юбки, вот задняя половинка юбки. Здесь длины мне не хватает. Давайте мы вот так вот сделаем. Найдем нужную нам длину. Ну, сколько сантиметров? Ну, если про меня говорить, то 60. Вот 60 сантиметров у нас будет длина этой юбочки. Приклеим это сюда. 60 это у нас будет вот здесь. Так. И длина вот такая. Значит, тут тоже 60. Сейчас найдем. Что бы я, какой бы я сделала юбочку? Юбочку я бы сделала вот такую. Здесь у меня должна быть сборка. И в этой, вот здесь должна быть сборка. И здесь должна быть. Эта сборка, она, вот эта выточка, где-то 2 сантиметра, она и пойдет на сборочку. Если хочу еще немножечко прибавить эту сборку, значит, я нарисую свою юбочку вот так. Переднюю половинку нарисую вот так. Сзади сборочка будет побольше. Тут 4 сантиметра. Но полтора сантиметра мы вот здесь вот забрали. Значит, вот этот шов, полтора сантиметра мы на полочке вот здесь забирали. Мне тоже надо забрать. Значит, средний шов спинки будет выглядеть уже вот так, прямой линией. И чтобы там у меня сборочка получилась, я могу сделать его и чуть пошире по бокам. Вот. Вот такая получилась картинка. И здесь наверху мне нужно не прямую линию сохранить, потому что прямого уголочка вот в этой точке у нас нет. Видите, он тупой получился. Надо здесь чуть приподняться и оформить вот эту линию, ну, например, вот так. Вот так вот оформили. Если приподнялись здесь, значит, приподнимаемся и здесь и оформляем эту линию соответствующим тоже вот таким вот каким-то образом. Так. Ну и здесь тоже стараемся, чтобы был у нас прямой уголочек. Чуть-чуть буквально подрабатываем. Потому что прямые углы любим. И здесь прямой угол, и здесь прямой угол, и здесь прямой угол, и здесь прямой угол. Все. Вот в таком виде нашу юбочку можно и оставить. Давайте для красоты тоже мы ее сейчас вот так вот обведем. Низ у юбки, видите, я его никак не оформляю. Он остается у меня практически прямой. Хотя вы легко могли заметить, что нужно, хотелось бы немножко сделать овальным линию низа. Но пока мы обрабатываем с вами в индивидуальном пошиве вот эти все наши шовчики, то они в длину всегда меняются. Для этого и существует наша любимая осноровка, которая позволяет нам привести в порядок все эти срезы и все эти уголочки. Вот так. Откуда будет у меня сборочка? Вот отсюда. Я нарисую волнистую линию. Здесь. Вот так. И сборочка в серединке я обычно не делаю. Делаю обычно по бокам. Вот здесь будет сборочка. Но еще где-то вот здесь в области этой я потом оформлю вот такую вот маленькую. Маленькие вот такие вот кармашки. Но это уже технология. И к делу это, наверное, не относится. Итак, дорогие друзья, мы с вами закончили вот эту работу. В общем-то, платье на основе рукава реклам. Да? Мне хочется, чтобы вы еще разочек на него вот так вот взглянули. Это то, что получилось у нас в результате моделирования. А это та цель, которую мы с вами пытались достигнуть. Я думаю, что у нас с вами все получилось. Итак, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всегда ваша Галина Коломейко. Задавайте свои вопросы. Я потихоньку начинаю на них отвечать. Задавайте свои вопросы.